Тем временем в Юрге прошли первые в этом году учения инженерных рот по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Военнослужащие отработали преодоление водной преграды сразу несколькими способами. Подробностями в сюжете Дмитрий Антипова. Сначала форсирование реки Томь. Течение полтора метра в секунду это осложняет работу солдатам-инженерам. Однако в нормативы уложились. Первая задача собрать паром из понтонных секций. Сейчас я стою на понтонной переправе. Она состоит из нескольких секций и боевое положение приводится за 15-20 минут. При необходимости и наличии достаточного количества секций из них можно сделать даже мост. Однако сегодня понтоны использовали в качестве парома. Каждая из секций может нести на себе 20 тонн груза. Всего трех таких достаточно, чтобы переправить целый танк. Однако в этот раз танкистов решили не беспокоить и загнали на паром грузовик «Урал». В реальных условиях такую технику применяют при ликвидации стихийных бедствий и переброске войск через водные преграды. Принимали мы участие не только в нашей Кемеровской области, но и в Алтайском крае по ликвидации чрезвычайных последствий. Это было потопление у нас населенных пунктов, где населенные пункты были обрезаны от внешнего мира, так скажем. И мы им помогали, восстанавливали мосты и организовали переправы. Сергей Шабалов сейчас на срочной службе. В инженерные войска попал благодаря высшему электротехническому образованию. Однако в университете многому не учили. На практике все сложнее. Мы нам распустили три понтона, задействованы на три краза. Дальше собирали их в звенья, выполняли небольшие маневры по реке. Сегодня течение большое, но мы не справились со своей задачей. В ближайшие дни в Новосибирской области ждут большую воду с Алтайских гор. Военные готовы оказать любую помощь гражданским. Дмитрий Антипов, Александр Егоров. Новости ОТС.